Друзья, сегодня мы расскажем вам о ноже российского производителя бренда Ножи Града Горький. Модель называется Лиман. Это охотничий универсальный нож, который можно использовать как для ошкуривания и разделки, так и для любых других работ. Клинок ножа среднего размера, длина 135 мм и толщина в обухе 3,5 мм. Здесь классическая для охотничьих ножей геометрия со спусками от обуха и достаточно тонким сведением. Глухой всадной монтаж, рукоятка из гренадила, гарда изготовлена из низельбера, проставка из бивня моржа. На рукоятке есть декоративный пин и темлячное отверстие. Несмотря на всадной монтаж, нож имеет средний вес 175 граммов. Клинок изготовлен из порошковой стали Кромакс немецкого концерна Ломан. В состав стали входит 1,15% углерода, 19% хрома, 2,1% молибдена и 0,8% ванадия. Твердость обычно порядка 62-63 единиц по роквиллу. Исходя из состава, мы можем сказать о высокой сопротивляемости этого сплава коррозии, так как хрома здесь даже больше, чем в популярном Элмаксе. В то же время, 1,15% углерода – это достаточно скромное количество, которое существенно проигрывает Элмаксу, где 1,72% и даже старый добрый S30V, в который содержится 1,45% углерода. В то же время, количество молибдена, придающего клинку прочность, на уровне стали S30V. Таким образом, кромакс можно назвать порошковой стали начального уровня со сбалансированным составом. Благодаря кригообработке она может приобретать повышенную прочность и износостойкость. Как и любые порошковые стали, кромакс лучше всего затачивать алмазными или эльборовыми брусками. Сейчас алмазные бруски наиболее часто представлены на органической и металлической связках. При существенных сколах рационально будет провести грубую обдирку брусками на металлической связке, так как она меньше вырабатывается при работе. Для финиша можно применять бруски на улучшенной органической связке ОСБ, которая дает отличное зеркало на подводе. Для охоты мы рекомендуем не применять бруски тоньше зернистости 7.5, для того, чтобы сохранить агрессию реза, необходимую для основных охотничьих операций – ошкуривания и разделки добычи. Этот нож можно затачивать на любом из наших устройств профиль К-03, Кадет, Блиц или Пионер. В данном случае мы воспользуемся нашей флагманской точилкой профиль К-03 ПРО. Благодарим вас за внимание, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Также подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и вступайте в группу в Телеграме.